Ну что, вот мы и переехали в новое жилье. Старое жилье я снимать не стала, потому что у меня на телефоне нет места, но на стриме мы показывали рум-тур. Давайте я вам покажу, как выглядит наше нынешнее жилье. Так, тут у нас кровать стоит по центру комнаты, завешанная сеткой, ну потому что, видимо, здесь португальская вот такая крыша, и, видимо, тут просто могут быть и крыски, и голуби. Ну, короче, вот так, и комары, чтобы не пусали. Стол. Самое примечательное, здесь есть вот такая вот вешалка бамбуковая. Вроде хочется сказать обычная, но на самом деле необычная. Вот где мы жили, там стола такого не было. Стекол нету здесь. Есть москитная сетка на двух окнах. А нет, кстати, есть стекла, как это нет? Вот такой вот вид на поля. Кстати, заходили сейчас вот в эти домики, сказали, ни одного свободного дома нет. Игорь обошел здесь всю округу, тоже сказали, домиков нет. Нам очень повезло, что здесь нашелся свободный домик, потому что сейчас выходные, и много народу приезжает. Я нашел одно отличное местечко для Лены. На, для Лены, блин, нам с Леной было бы там просто шикарное место. Все за место ты нашел? Палатки, палатки, вот это вот такая палатка, место, он сказал, я принесу вам вот такой матрас, вы там спать будете просто шикарно. Всего лишь касались, ну, то есть 500 с меня и 500 с Леной. А где мыться? А где мыться? В море. В смысле? В соленый ходить? Да нет, нам скорее всего есть домик отдельный, где есть и дешевая. Дешевая? Да, да. Ну, короче, смысл в том, что я прошел по пляжу туда, нашел за полторашку, но там убогое жилье. Вообще, я говорю, торговаться будем, надо ли, нет, не будем. Ну, все равно. Я не знаю, каким чудом, здесь прикольно такое место, и здесь свободный домик нашелся для нас. Так здорово. Здесь парковка, пожалуйста, а мы с вами поехали, где-то на дороге. Зеркало, раковина, ну, все по классике. Хотя где-то и нет зеркала. Вот мы жили, там зеркало как-то криво было повешено, и большой такой огромный душолет. Ну, здесь все чистенько, на самом деле. Ну, проно приятненько. Горячей воды в Гакарне, это большая редкость, ее здесь у нас нет. Но нам что-то обещают, какие-то то ли кипятильники, то ли что-то принести. Окей, ну, в итоге, там, где мы жили в прошлый раз, нам ничего не принесли. Ладно, пойдемте, я вам сейчас покажу территорию. Она меня не менее радует, потому что, потому что здесь есть вот такой вот гамак. Свой личный гамак. Там, где мы жили, у нас гамака не было. Вот. Точнее, он был общий, но он как-то висел там неудобно, напротив чьего-то жилья. Вот такая территория здесь, деревья, все приятненько. Крыша большая, то есть здесь не жарко, не будет солнца светить прямо на нас, если мы будем сидеть здесь на крылечке. Здесь очень дорогая кафе. Мы уже здесь были несколько раз, ну, в прошлый год. Можно вышел, сок попить, но это просто тоже, да, мечта. Да море тут метров 50. И интернет здесь, кстати, неплохой. Да, интернет здесь 30 мегабилей в секунду, и отдача, и прием. То есть это вообще шикарно. Ценник какой, Игорь, у нас? 1250 за один день. Ну, дороже, чем там, где мы жили. Чем подороже, да, но он сказал, если бы вы остались на неделю хотя бы, тогда я бы вам скидку сделал косарь. Сейчас просто еще выходные, дешевле цен нету. Все нормально. Мне отлично нравится, все устраивает. Приехали мы в центр Гатарной. Сейчас вы покажете здесь обстановку, цены. Давайте посмотрим меню. Куча с этих джуся. Потом Гобин Инджуриан. Ну, Гобин Инджуриан примерно столько же, сколько игла стоит. Что-то дешевле, что-то нет. Гоби Покора 70. Алло Покор. Покода. Не Покора, Покода. 70. Есть разница между Покорой и Покодой. Я не знаю. Мне кажется, это одно и то же. Веч Нудл 110. Панир Нудл 160. Плейн Рис 30. Плейн Рис, ну там скорее всего маленькая тарелочка. Зираль Рис 80. Там большая скорее всего тарелочка. Вегетарианский рис соточка. То есть, Рис с овощами с кмеком. Что еще? Алло Масала 80. Алло Гоби Масала 80. Игорь, объяснишь, что такое Алло? Картошка. Картошка с сеней. Алло Гоби, картошка с капустой. Масала с овощами, наверное. Панир Баттер Масала 120 всего. Даже десерты есть. А, принесли заказик. Банановый ласси. А, у тебя лимон. Лимон, да. Вкусно. Что-то понравилось. Лимоновый джус. Не знаю. Ну, они туда сахар добавляют. Вкусно? Да, тесненький такой. Мне кажется, там с сахаром перебор. Вот, например, что есть. Сука dry. Ну, это типа сухой. Сука dry. Алло зира. Ну, картошка с рисом. С рисом даже не с зерой. Гоби сука. Что такое сука? Вам в интернете посмотреть, что такое сука. Ну, это скорее всего куски какие-то с костями. Не знаю. По-моему, это кости. Скорее всего, крупные, не нарезанные. Вот, типа, крупные картошки. Хотя панир, сука, непонятно. Это на хитинге. Это на английском языке. То есть, что такое панир? Это коттедж чиз. Короче, адыгейский сыр, грубо говоря. Алло. Это патейто. Вот, и так далее, и тому подобное. Вот, прочитайте, запомните. Короче... Нет, тут какая-то цифра 6 упала в ласе. Вот, видите? И квартира у нас под номером 6. Принесли мой заказ. Это палак панир. Это кусочки сыра, типа адыгейского. Со шпинатом. Жижа. И вместо чапати заказала себе простую досу. Захотела досу. А это масала доса. Какие-то штучки тут лежат. То ли свекла, то ли батат. Скорее всего, свекла, мне кажется. Лена говорит, что это батат. Ну, я не уверена, я просто предполагала. Мягкий блинчик. Это кокосовый соус, острый. И... Там внутри картошка. Короче, все такое жирное. Специи. Это что? Малай, манго, кишар, кунго. Сладости. Малай, манго, кушар, 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 кушар. Мы находимся на озере Котитиртхи. Какие-то водоросли плавают. Мы находимся на зеркалах. Курчук. 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 Курчук печки. Курчук. Курчук. Продолжение следует...